Девушки отдыхают Буква Х Привет, Бода! Что ты делаешь? Привет, дети! Как что? Снимаю кино на букву Х! Как это-то у меня хип-хоп! Ты хотел сказать Хичкок? Так звали великого американского режиссера! Хватит спорить, дети! Кино само себя не снимет! Поехали! Подбор актеров Актер номер один Храбрый хомяк Расскажите нам о себе Я готов к любым опасностям! Ничего не боюсь! Не-не-не-не-не! У нас безопасное кино! Следующий! Ну... А вы у нас... Какая досада! Роль ваша! Двигаемся дальше! Выбор места для съемок Вот список моих пожеланий Зимний дворец? Еще чего! Вот хижина на букву Х! Ну, а... Такая уж буква! Дальше! Реквизит Это еще что за беспорядок? Это реквизит! Так в кино называют предметы! Что там нужно для съемок? Эм... 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 Вот что, дети! Выберите тут самое что-нибудь подходящее, а я... Размышлять пойду! На букву Х начинается... Халат Хачапури Холст А чашка, стол и телевизор начинаются с других букв Ха-ха! Неплохо, неплохо! Что ж, начинаем съемки! Съемки! Так, ты понял, да? Твоя задача совершать действие на букву Х, а именно... Хозяйничать, ходить и мне-мне-мне-мне-художничать! Нет такого слова «художничать» По контракту я не обязан показывать несуществующие слова Хорошо! Заменим «художничать» на «хрюкать» Нет, я уж лучше нарисую что-нибудь Отлично! Все по местам! Поехали! Начинай хозяйничать! Так! Так, да! Да, так, хорошо! Хмурости добавь! Эмоции! С душой! Теперь походи! Возьми хачапури! Да, неплохо! Продолжай ходить! 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 Больше хмурости! Наезд! Крупный план! И... А-а-а-а! Снята! Наконец-то! Тоже мне «хичкок» на букву «Х»! Классно, Бода! Получился маленький фильм на букву «Х»! И что мы, дети, узнали из этого обучающего фильма? Что слова могут означать не только предметы, но и действия! Нет, дети! Мы узнали, что будь ты хоть трижды «хичкок», а с хмурым хамелеоном хип-хопа не спляшешь! Это как, Бода? А вот так! Как написать стихотворение Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня я научу вас писать стихи! Ух ты! Как интересно! Пишите! Я памятник себе воздвиг нерукотворный К нему не зарастет народная тропа Но это стихотворение давно уже написал Пушкин Писать стихи не значит переписывать чужие А значит сочинять свои Вечно вы все усложняете Ладно, не все же Пушкиным всяким стихи сочинять Научу и вас тоже Итак, дети, чтобы сочинять стихи Вам нужны дом с парком, стол, подвинься А вот, еще такую позу принять И сочиняйте Вот, вот Облака затянули небо Морфы прячутся в доме Начинается дождь Ух ты, Бода! Получилось хайку! Эй, нечего обзываться! Хайку это не обзывательство А жанр японской поэзии Но в России чаще пишут четверостишие с рифмой А я, а я и пишу с рифмой Вот моя рифма Нет, Бода, рифма это созвучие окончаний слов Например, бода-мода, бода-сода Да я так сразу и сказал На небе облака, бода-борода Морфики попрятались, погода Начинается дождь, природа Осень, время, года А еще важен рифм В стихах ударные слоги равномерно Чередуются с безударными Дети, я так совсем промокну Пока вы научитесь стихи сочинять Хм, кто же мне Во! Облака на небе, Бода Морфы прячутся, погода Скоро дождь пойдет, природа Осень – это время года Здорово получилось Только смысл не очень понятен Конечно, непонятен Пока вы тут вредничали, уже вон зима началась Теперь все переписывать надо Какое-то у меня настроение Непоэтическое Настроение, в котором легко писать стихи Называется вдохновение Раньше считалось, что его приносит Крылатый конь, пегас Или музы Эй, потише Думать мешайте своими пугасами А еще вдохновляют Сильные впечатления О, сработало Буря мглою небо кроет И приснежные крутя То как зверь она завоет То заплачет Как дитя Ха-ха-ха-ха-ха Байдан, Бода Байдан, хороший поэт Бода – это отличные стихи Только их тоже Пушкин написал Да? Какой удар от классика Все, никакой больше поэзии Только здоровый образ жизни Я видел и бурю и в югу И вот переехал я к югу Признаюсь вам, честно, друзья Как прежде не стану уж я Ой, Бода, какие стихи у тебя получились Коллега? Хе, я так сразу и сказал Для стихов настроение нужно правильное А вы Пушкин все давно написали Все, пока-пока, дети Хе-хе-хе Хе-хе-хе Пока, Бода Части тела Здравствуйте, дети Здравствуй, Бода Сегодня мы будем читать названия животных По фотографиям Я их сам сделал в зоопарке Эй 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 Это волк Угадать животное каждый может А вот прочитать Волк Молодцы Морфы Вылезайте Посмотрим другие фотографии Так А это еще что такое? Глаза Глаза Вы пока почитайте слово глаза А я поищу остальное животное Глаза Так, понятно Сейчас прочитаем животное по частям А потом сложим их вместе И прочитаем его название Какие большие уши Уши По-моему они к этим глазам не относятся Относятся Ну что же это за животное? Это очень ушастое животное Оно когда спит и комаров ушами отгоняет О какой нос! Когда нашему животному неохота вставать с постели Оно этим носом достает еду Бода, я знаю чей это нос Это нос моего любимого животного Которое я сейчас соберу А вы прочитайте его название Итак Бода, и эта шея тоже принадлежит твоему несуществующему животному? Почему несуществующему? Оно очень даже известное А где оно водится? Оно водится в кинотеатрах На последних рядах ему ничего видеть не мешает Вы лучшее слово читайте Шея Бода, мы уже хотим прочитать название этого животного Хм, так Ну тогда вот И вот сюда И вот это вот Ноги, руки, хвост и все вот Ну хорошо Это животное называется Называется А оно Кенгу Стражи Раус Ха-ха-ха-ха Такого животного не существует То не существует Это не существует Вам лишь бы и слова длинные не читать Сами делайте себе теперь животное Вот вам Эти глаза лемура А нос слона Уши тушканчика Ноги страуса Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Ха-ха, я вас подловил Это ноги не страуса А чьи? Мои? Нет, Бода, это все твоя фантазия Сами вы фантазия Моя Надо же, придумал себе учеников каких-то Читать я хочу Они еще спорят Пойду лучше засуну голову в песок Буквы С и Щ Мы не запомним сразу две буквы Без паники Вам поможет новый Бодометод Одновременное изучение Называется Сложим буквы И изучим их одновременно Вот так примерно То есть, примерно вот так, понемножку, под углом, вот так В общем, вы поняли, как складывать буквы? Переходим к словам Какие есть слова на «ц» и «щ»? Цветок, щетка А если сложить их вместе, что получится? Цветощетка Правильно, полная ерунда получится А поэтому мы переходим к другому Бода-методу Параллельное обучение Итак, дети Буква «Щ» используется для щипящего звука «щ», который можно услышать в слове «щ» Бода, ничего не понятно Я говорю, на «ц» начинается слово «царь» На букву «щ» — «щ» «Царь» есть «щ» Чего же непонятного-то? Все непонятно Я царь, а ем какие-то «с» Хочу Еще щетка есть Будешь? Нет, спасибо Я уже осень полюбил «с» Бода, зачем ты царя обидел? Давай угостим его щербетом Он тоже на букву «щ» Вы тут с царем цацкаетесь? А у нас урок заканчивается Срочно переходим к ускоренному Бода-методу Чтобы быстро запомнить буквы «ц» и «щ» Есть скороговорки Щенок за обе щеки уплетает «щ» и «щ» Велик цыган сказал «ц» и «ц» и «ц» и «ц» и «ц» Встал на цыпочки А еще на «ц» и «щ» начинаются слова «цирк» и «щ» Бода, пожалуйста, помедленней Я вам показал слова «цирк», «цыпленок», «щенок» и «щука» Которые начинаются на «щ» и «ц» Мы запутались Что на что начинается? Пора прибегнуть к самому проверенному методу «Домашнее задание» называется Ну-ка, расставьте первые буквы в этих словах А я пойду к уроку по квантовой механике подготовлюсь Это щука Она начинается с буквы «щ» А это цирк С буквы «ц» Цыпленок тоже с «ц» А щенок с «щ» Готово, Бода! Неплохо я вас научил быстро учиться Все, переходим к квантовой механике Бода, но еще пять букв осталось А вы их разве еще не выучили? Не-а Тогда мы представим их квантами в ящике кота Шрёдингера И таким образом опровергнем Пуанкаре И мы опять тебя не понимаем Да что ж тут непонятного? Учиться, говорю, нужно медленно и постепенно Сперва буквы выучить А уж потом о квантах думать Все, дети, урок окончен Пока, Бода Пока, дети Ишь им сразу генепит... Эпфу, эпигенетику подавай А я им говорю Пока алфавит не выучите Ни про какую молекулярную биологию рассказывать не буду Да прям так и сказал Никакой астрофизики Тоже мне ученики Буква и краткая Урока не будет Бедный Боди, что случилось? Урок отменяется Почему? Я собирался вам рассказать про букву и краткое А оказалось, что ее не существует Так вот же она Ай, вы не понимаете На букву Е начинается слово Йети Кто такой Йети? Йети это снежный человек Вымышленное существо Вот, я и говорю Йети не существует Значит и краткого не существует Ну и что, что снежных людей не бывает? Буква и краткая все равно существует И на нее начинается много других слов Каких таких слов? Назовите ей хоть одно На и краткое начинается слово Йети Существует Спасибо, дружище, что спас урок И краткое Йоги это слишком запутанно Пусть йога тоже не существует На и краткое есть слово Йодель Особая манера пения Сейчас проверим этот ваш Йодель-шмодель От вашего Йоделя у морфиков замешательство Все, запрещаем Йодель Есть у вас там еще что-то на и краткое Не такое пугательно громкое Йоркшир Графство в Англии В Йоркшире я не был Йеллоу Стоун Супер-вулкан Боно-супер Вулкан не супер Йена Деньги в Японии У Йены курс к бодорубам несоленый Я больше не знаю слов на и краткое Я тоже Как я забыла, йогурт Скажите тоже, йогурт есть Нету йогурта Но ты же его только что съел Какая теперь разница Если и краткого не существует То и алфавита не существует А раз алфавита не существует То и меня не существует А вы мне йогурта пожалели Прощайте, дети Йода, не исчезай Ты же самый лучший учитель Самый бородатый Смотрите, в словах есть буква Е Она существует Говорите мне, говорите Какой я? Рыжий Красивый Замечательный Смешной Хорошо же я вас научил Кто здесь самый-самый на и краткое Поучу еще Это буква и краткое И на нее начинаются слова Йогурт, йога, йодль, йети И все они существуют Бода, но йети не существуют Ай, запутали вы меня Сами разбирайтесь Кто существует, а кто нет А мы с йети пойдем чай пить Я тебе так скажу, йети Быть нам или не быть Вот в чем вопрос Ты, кстати, чем не бреешься? Я всем не бреюсь А ты? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова